Почему так относятся к истории? Вообще, Россия удивительная страна. Нет ни одной страны в мире сегодня, которая так любит втаптывать в историю, свою историю, поливать её грязью, вытирать об неё ноги. Нет у вас ни одного правителя за вашу историю, которого вы не оболгали, не испохабили, не обвинили во всех грехах, не сделали демонизацию. Никого. У евреев такого даже нет. Это одна причина. Вторая причина, а вы даже серьёзно не подходите к вопросу, к историю, а что это было, что была за история? Какова была история вашей страны? 5 лет назад, 10 лет назад, 20 лет назад? Подгоняют её под идеологию или под пропаганду? Как это было, так и есть. Конечно, вы не будете знать правду. И вопросы, почему Сталина так народ любит? Сталин был последний государственный деятель, который заботился о своей стране. После него таких не было. Которому было абсолютно наплевать на свои личные интересы, личные богатства, личные удобства. Не было у вас таких после него. И потом, никогда, когда рассматривают Сталина, обращайте внимание на те линии его действия. Сталин был жестокий человек. Но жестокость не была его самоцель. Это был инструмент. Другого он не нашёл. А мог он найти другую? Была альтернатива Сталину или нет? У кого? Троцкий? А Троцкому было наплевать на Россию. Не, ну если же говорить о жестокости, то Сталин по отношению к Троцкому был маленький ребёнок. Да, но я говорю... Троцкий-то был просто патологически жесток. Но я говорю сейчас об альтернативе. Троцкому было наплевать на Россию. И 90% большевиков было наплевать на Россию. Независимо от их происхождения. И русским тоже. Сталин оказался единственным, которому была дорога Россия. Грузинский семинарис. Но он любил Россию. Посмотрим. Он не нашёл других методов. Были другие методы? А я не знаю. Все, кто выступает с критикой Сталина. А как бы вы сделали из неграмотной России интеллигенция, которая презирает свой народ, не хочет его знать. Народ рабов. И немного интеллигенции, которые знают французский и немецкий. А на русский им наплевать. Как из этой страны сделать что-то в том мире, который начался в 20 веке? Все упрекают Сталина за то, что он сделал с колхозами, с мужиками. А если бы он не сделал, чем бы Советский Союз воевал в 41-м году? Мужик. Он мужик. Что Сталин сказал? Мы мужику дали деньги, а он нам не даёт хлеб. Потому что он мужик, он приземистый. А другого способа у него не было. Если бы кто-то может сказать, что можно было другим способом провести индустриализацию страны в то время, в тех условиях, с тем народом, который был, с той властью, которая была, можно было другой властью? Не было. Не могла быть тогда в России демократия, её не было нигде. А то ты говоришь, чтобы народ был свободный. Безграмотный народ свободным не может быть. Рабы в первом поколении свободными не могут быть. И поэтому была в России такая власть, которая могла удержать Россию. Была бы другая власть, не было бы России. АПЛОДИСМЕНТИКi АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...